В студии народный депутат Украины Сергей Лещенко. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем вас, Сергей, здравствуйте. Ну, прокомментируйте, пожалуйста, из первых уст. Сейчас услышим ваш комментарий в отношении случившегося с Михаилом Саакашвили. Что это по-вашему и для чего? Это, есть такое выражение в американском жаргоне, выстрелить себе в ногу. Вот я считаю, что президент Порошенко выстрелил себе в ногу. То есть он, пытаясь решить одну проблему, порождает еще больше других проблем вокруг себя. Потому что он на самом деле почему-то считает, что его проблемы это персональные проблемы, например, его и Саакашвили, его и автомайдановцев, его и меня, его и Шабудина. На самом деле его проблема это собственная жадность, собственная глупость и собственная неспособность мыслить рамками современного мира. Поэтому он нас всех погружает в такой концлагерь, где все будут считать как он, где все будут покупать то, что он считает нужным, да, свою продукцию на всю страну распространить и в итоге свою идеологию насадить и направить Украину по пути развития какой-то сырьевой экономики, авторитарной модели и использования силовиков для собственного и обогащения и пребывания у власти. На самом деле его проблема это украинцы, потому что его не воспринимает общество. А все мы, Саакашвили, Шабунин, Автомайдан, еврооптимисты, мы выражаем эти ценности, это общество, которое присытилось уже вороватой, абсолютно деградировавшей верхушкой. Они пытаются спорить со временем и с людьми, которые посадили его в это кресло. А это только лишь ускоряет агонию его, понимаете? То есть он объединяет вокруг себя людей, которые на самом деле, возможно, где-то амбиции мешали объединиться, где-то какие-то небольшие разночтения. Но теперь он только подталкивает друг к другу те силы, которые должны на самом деле заменить власть. Потому что они являются новыми ценностями. Они, наоборот, сплотятся или разварятся? Абсолютно. Потому что вопрос же не в Саакашвили был. Вопрос был в том, что общий враг всегда объединяет. Общая ценность, тут в данном случае смещение правящей верхушки, коррумпированной, она будет объединять те силы, которые видят, что в желании сохранить свои потоки, в желании сохранить свои украденные деньги на офшорных счетах, огни готовы на все. Соответственно, в таких условиях это только усиливает консолидацию тех, кто видит в лице нынешней власти главное препятствие нормальной жизни украинцев. Поэтому это выстрел самому себе в ногу. Максим Исхарькова спрашивает вас, приведет ли эта ситуация к третьему Майдану? Третий Майдан это накопительное. Понимаете, оно будет накапливаться, накапливаться, и сам Порошенко не поймет, в какой момент этот Майдан начнется. Точно так же, как Янукович, он что думал, люди выйдут из-за ассоциаций, или люди выйдут из-за того, чтобы лишить его Межигорье или его коррупционных потоков? Майданы происходят не по свистку. Они происходят, когда критическая масса недовольства переходит в качество. Вот сегодня на эти чаши весов Порошенко сам помог положить еще такую существенную гирю, гантелю, которая в итоге перевесит Майдан начнется. Поэтому, да, он сам того не желая приближает Украину к следующим протестным акциям, которые, повторюсь, не являются самоцелью. Никому Майданы в чистом виде, как ради того, чтобы собраться и свергнуть, не нужны. Но они нужны для того, чтобы построить новую Украину, которая будет означать, что в этой стране не будет коррупции, в Украине не будет смотрящих на госкомпаниях, в Украине не будет использования силовиков для собственного обогащения или уничтожения оппозиции, в Украине не будет желания сесть на голову малому и среднему бизнесу или лишить будущего молодых украинцев, которые сейчас уезжают за рубеж просто. То есть, на самом-то деле, мы идем дело с намного более широким процессом. С процессом, когда люди устали от воровства, обмана и глупости нынешней правящей верхушки. Руслан из Запорожья спрашивает. Если наша власть может просто любого человека, которым не нравится, вывезти из страны, что будет дальше? Я повторюсь. Пожалуйста, не нужно впадать в отчаяние. Потому что отчаяние – это то, на чем строят свои все политические достижения коррупционеры и преступники. Потому что их цель – это посеять в людях неверение собственной силы, отчаяние и бесперспективность. На самом деле, сегодня, вопреки всему, мы получили дополнительный, очень серьезный толчок. Это толчок для консолидации, это толчок для отстранения правящей верхушки, это толчок для изменения правил и законов в Украине. Поэтому, повторюсь, Порошенко нам сегодня, оказав тактическую, скажем так, неприятность, выслав Саакашвили из Украины, он нам оказал большую услугу. Он нам дал возможность консолидироваться. Он нам дал толчок, которого часто не хватало многим политикам из-за собственного эго. Я знаю, что завтра такие политические консультации будут происходить в широком формате. Но как это случилось тогда, когда в предыдущий раз Саакашвили оказался вне Украины, когда Тимошенко, Гриценко, Садовой и прочие объединились и помогли ему вернуться в Украину. Не надо сводить все старому набору политических партий. Он намного шире. И туда входят и общественные активисты, туда входят и просто политики, которые в парламенте не мерятся со статусом КВО. Туда входят и политики, которых из парламента просто вытолкнули. Начиная от Егора Фирсова, заканчивая до Виталия Шевудина, которому сейчас угрожает тюрьма за бытовой инцидент. Начиная от автомайдановцам, которым шьют от 4 до 7 лет за яйцо, брошенное в барну, и заканчивая антикоррупционными организациями, которых сейчас просто уничтожают по закону об иностранных агентах имени Путина, которые сейчас в Украине являются такой же частью законов, как и в России. Поэтому этот спектр, этот фронт будет намного шире, чем Тимошенко, или Гриценко, или Садовой, это будут другие еще участники. Поверьте, сам того не желая, Порошенко консолидирует своих оппонентов. Это сейчас произойдет, на ваш взгляд, Сергей? Вот мы видим прямую трансляцию из-под стены администрации президента, где собираются люди, их становится все больше и больше. Это произойдет, я думаю... Или с последствием, то есть с последствием, спустя какой-то промежуток времени. Вы видите, февраль, скоро март, к весне, я думаю, эта протестная волна начнет набирать силу. Просто по той причине, что зимой народ пассивен. Рано темнеет, холодно, люди... Тем не менее, оба Майдана были зимой. Ну, они начинались под влиянием внешнего, скажем, толчка. В данном случае, первым толчком была фальсификация на выборах в пользу Януковича, а вторым толчком был разгон студенческого протеста под Стеллой. В данном случае, эта волна набирает силу. Я думаю, Порошенко совершит еще множество ошибок, которые, в конце концов, приведут к такому протесту. Нельзя мерить в 21 веке по линейке, которая давно устарела. Зачем управлять политикой по рецептам 90-х годов? К сожалению, Петр Алексеевич не умеет по-другому, потому что он сам продукт 90-х. В этой ситуации история расставит все на свои места. Он лишится власти, как бы он этого не хотел. Потому что общество все читает и все видит. Чем сильнее политик цепляется за власть, тем очевиднее общество становится, что этот человек мотивирован какими-то сверхдругими интересами, чем просто элементарно улучшить жизнь граждан. Значит, наверное, для него власть стала самоценностью. Потому что только находясь у власти, он может сохранять на воровину и приумножать свои капиталы. И поэтому провал и потеря власти в таких случаях неизбежны. На ваш взгляд, Сергей, почему тогда это не принимается к сведению теми людьми, которые сейчас, в частности, выдворили Саакашвили из Украины, недооценивается угроза или недооценивается Саакашвили, недооценивается степень недовольства людьми, происходящим в стране. Что, по-вашему? Они не умеют по-другому. Потому что, вот, вы знаете, я не хочу в патетику, просто многие сейчас смотрели фильм «Черчилль в темные времена». Вы смотрели этот фильм про Черчилля, «Вторая мировая война»? Что сделал Черчилль? Он своих оппонентов собрал всех в военный кабинет. Вместо того, чтобы воевать с одним, с другим и с третьим, он их всех посадил за один стол и заставил работать в команде. Порошенко, вот, не является Черчиллем, поверьте, к сожалению, это сейчас очень сильно заметно. Вместо того, чтобы объединить страну и начать круглый стол, диалог о том, как Украину спасти в этой ситуации, он решил, что он всех, кого в тюрьму, кому судимость, кого в Польшу, кому еще уголовное дело, и таким образом он сможет править вечно. Ну, это абсолютно, абсолютно утопический путь развития. Почему они так делают? Потому что они воспитывались в 90-х как политики, когда политика была главным инструментом обогащения. Они не перестроились, но время их ушло. И Порошенко в 2004-2014 году, когда он стал президентом, у него был исторический шанс начать политическую жизнь с нуля, получив какой-то карбланш от населения. Он этот карбланш спустил в унитаз. Значит, судьба таких политиков во всем мире одинаковая. Они теряют власть, а потом их фамилии из учебников истории или вычеркивают, или они, знаете, переходят на другую сторону. Темные или там смутные времена нашей жизни. Как это случилось и в Британии, и с Чемберлином? Сергей, звучала сегодня фамилия в средствах массовой информации не только Саакашвили, но и ваша упоминалась в контексте пресс-конференции Вадима Рабиновича. Благодарил Вадим Зинович вас сегодня за то, что вы начинали расследование относительно имущества Сергея Левочкина во Франции. Вадим Зинович демонстрировал сегодня решение суда французского об аресте домов на 40 миллионов и 10 миллионов стоимостью там во Франции. И попросим вас подробнее рассказать, что это за имущество, что это за... Я не хочу в данном случае про господина Рабиновича говорить, потому что это история, к которой он имеет очень далекое отношение. А история это действительно мое большое расследование о коррупционном клане, который, начиная с 2000-х годов, управлял целыми отраслями, как феодальными наделами. Это газовая сфера. Этот клан, который включает в себя Фиртоша, Левочкина, Бойко, Бакувенко и так дальше. Именно того Бойко, главного на сегодняшний день политика в этом клане, которого на прошлой неделе генпрокурор амнистировал. Он ему выдал пожизненную индульгенцию и сказал, что этот человек ничем не виновен. У нас нет доказательств, что он, казалось бы, занимался коррупцией. Таким образом, просто открывает дверь ему во второй тур для выборов президента, чтобы Порошенко было удобно там с кем-то бороться. Но история не об этом. История о том, что этот клан, он, накупив огромные средства на газовой коррупции, искал пути для легализации этих средств. И, конечно же, эта легализация, как всегда, в украинской коррупции. Порошенко покупал виллу в Марбелье, Фиртош покупал дом и станцию метро в Лондоне с Ахметовым, там тоже самую дорогую квартиру в мире. А Левочкин купил виллу на лазурном побережье Франции. Это одна из самых дорогих милей в мире. То есть побережье, где земля, участки, все стоят астрономические суммы. Левочкин купил себе дом в городке, который называется Сен-Жан-Капфера, возле Ниццы, за 40 миллионов евро. Он так оценивается согласно документам датской компании. Это расследование, оно опубликовано было за моей фамилией. Я там собственными ногами обошел регистраторов, обошел эти все владения собственными ногами. Это все собрал и предоставил, собственно, даже в прокуратуру украинскую, которая сказала, что тут нет оснований для открытия уголовного дела. Так вот, эта недвижимость на Сен-Жан-Капфера записана на фирму, которая принадлежит семье Левочкина. Когда мной это расследование было опубликовано, Левочкин сказал, что это все вранье. Но, правда, спустя полтора года ему уже под давлением статьи в уголовном кодексе пришлось это признать. И в своей декларации его сестра записала, что да, так и правда, эта фирма и эта земля на Сен-Жан-Капфера принадлежит им. Таким образом возникает другой вопрос. Откуда у людей, которые, начиная с 2001 года, работают помощником президента, консультантом президента, первым помощником президента, главой администрации президента, народным депутатом, откуда у них недвижимость за 40 миллионов евро на Лазурном побережье Франции. Притом вы понимаете, что такую недвижимость не покупать за последних 40 миллионов. То есть, если у тебя есть деньги для покупки дома за 40 миллионов евро, наверное, у тебя общий твой капитал, чтобы платить налоги за содержание этой недвижимости, чтобы этот дом содержать в течение года. Потому что вы понимаете, зимой же они не живут на юге Франции, они там живут только летом. То есть для того, чтобы все это содержать, у тебя должно быть еще, наверное, раз в 10 больше. Откуда полмиллиарда евро у Левочкина? Я думаю, это должны восстановить соответствующие органы, как в Украине, так и во Франции. Они даже после этого расследования подавали в суд во французский журнал «Эль Обс», который опубликовался параллельно со мной в Украине это расследование, в том числе за моей подписью, но потом отозвали этот иск. То есть они признали, что таки, да, это их недвижимость. Спасибо большое, Сергей. Нам подсказывает Наталья Перепенко, наш корреспондент. Сейчас под стенами администрации президента находится, с нами на прямой связи в студии. Наталья, мы тебе передаем слово. Расскажи, пожалуйста, что сейчас под администрацией президента происходит? Виталий, коллеги. Просто сейчас мы перебиваем неподалеку администрации президента Украины. И в эти часы тут тревает митинг, который организовали прихильники Михаила Саакашили. Мы поспілкувалися с этими людьми. За нашими оцинками, тут зібралося кілька десятков активистов. И они пришли сюда, чтобы высловить свое оборудование против того, что сегодня, я напоминаю, о 15.00 Михаила Саакашили затримали в одном из столичных ресторанов. Власне, организаторы этого митинга означают, что подобные акции в эти часы в разных регионах Украины. Я зазначу, что с стороны администрации президента за правопорядком святкуют кілька десятков представителей нацгвардейцев. Втім, прихильники Михаила Саакашили зазначают, что митинг носит мирный характер, и никаких решительных действий они принимать сегодня тут вечером не будут. Втім, зазначают, что не сподіваются на будь-якую реакцию, и, возможно, что сегодня вечером они переместятся под стены Верховной Ради Украины. Сейчас это вся информация. Коллеги, вам слово. Да, Наталья, большое спасибо за работу. Наталья Пилипенко работает сейчас под стенами администрации президента и отслеживает и будет отслеживать вместе с нашей съемочной группой все происходящее под зданием администрации президента Украины. И мы внимательно следим за всем, что сейчас происходит в столице Украины. Я напомню, что Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, сейчас находится в Варшаве. Завтра он анонсировал большую пресс-конференцию, в ходе которой он, собственно говоря, сообщит о своих планах на ближайшее будущее. Вот эту позицию, эту информацию он озвучил немногим ранее в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу. В нашей студии появился Сергей Власенко, народный депутат Украины от Батскевщины. Сергей, я вас приветствую. Добрый вечер. Обозначу, да, Василий Голованов нас покинул. В 20.30 он вместе с Анатолием Гриценко будет в нашем прямом эфире здесь и продолжит обсуждать происходящее в Украине за ее пределами, в том числе и все перипетии, которые разворачиваются вокруг Михаила Саакашвили. Сергей, ну что скажете? Который из них? Я сейчас к Сергею Власенко обращаюсь, потому что вашу позицию уже частично мы Сергея Лещенко услышали. Спасибо. Вы знаете... Мы не будем сейчас прозвища придумывать Сергей-1, Сергей-2. Я думаю, зрители наши разберутся. Сергей, пожалуйста. Вы знаете, на жаль, сегодняшние подии, они очевидно и беззаперечно подтверждают, что никакого европейского развития Украины не существует. На жаль, держава продолжает остаться византийской. На жаль, подии и дии, которые происходят ни с законом, ни с демократией, ни с правом, не имеют до этого никакого отношения. Можно по-різному ставиться до Михаила Саакашвили. До него есть величезная кількість вопросов, как по его деятельности в Грузии, так и по его деятельности в Украине. Но то, что происходит сейчас, это абсолютно поплюжение имиджа Украины в мире. Вот нам тут рассказывали, я читал интервью, пока я ехал до вас, и вислови разных представителей так называемых правоохранных органов, которые рассказывают, что все было законно, что все было правильно. Но у меня просто вопрос. Я думаю, что сейчас нужно або посудить, ну, открыти криминальную справу, пробачьте, против тех, кто выдворял Саакашвили, ну, потому что, если есть права про какие-то злочины, а его выдворили, то ему помогли уникнуть відповеденности криминальной, значить, против этих людей треба порушить криминальную справу, або треба порушить криминальную справу против тех, кто незаконно притягивал Саакашвили до криминальной ответственности. Ну, там генеральный прокурор выступал, что-то рассказывал, заступник генерального прокурора рассказывал, что есть какие-то экспертизы с одного боку, но сразки голоса Саакашвили не могли выбрать. Ну, это сюрреализм. Генпрокурор говорил, что докажет то, что получал финансирование Саакашвили. Рано или поздно докажу. Помните эти слова? У меня просте сейчас питание. А как они осудить собираются? Заочно, сказавши, что он уникает суду. Ну, это же сюр и шизофрение, яка на здоровую голову просто не налазит. Не можно людину видворять из страны до тех пор, пока не решены вопросы с его криминальным переследованием тут. Будь ласка, разберите, винен, не винен, доведите, не доведите, а после этого используйте какие-то процедуры. Тем более, я еще раз подкреслю, ну, можно по-різному ставиться до Саакашвили, но он за будь-яких обставин третий президент Грузии. Ну, какие-то должны быть речи. Все, что произошло около Саакашвили последние пів года, напевно, это какой-то сюр, который лежит за межами здорового глузда и каких-то реальных. На жаль, это такое запаморочение, я так думаю, которое не шло на Порошенко, и который уже начал реагировать на это, ну, знаете, лично и индивидуально забывши про закон, про порядок, про какую-то там европейскую конвенцию с правой людини, которая там где-то существует, но которую Петер Олег Сич не совсем понимает. Вот это все свидетельствует про это. Сегодня утром, я уже об этом говорил нашим телезрителям, Петр Порошенко в интервью одному из австрийских изданий сообщил о том, что можно было бы выслать Саакашвили из Украины, но он бы этого не хотел. Вот сегодня утром этот комментарий... Питаль не в том, хотів він чи не хотів. Є закон и процедура. Людине были предъявлены криминально карані звинувачення в Украине. Крапка. В его отношении работает миропресечение, она еще как бы в силе, да, домашний арест. И сегодня в 22 часа он должен был уже оказаться дома, ночной арест. Ну, арест, домашний арест, они не продовжували ему, але це питание не в цьому. Чи є запобежный захід, чи немає. Є криминальні претензії до Саакашвили, які висловила держава в особи генерального прокурора. В цьому питанні треба було за законом поставити крапку. Або винен, або невинен. А відтак всі судові процедури треба було прийти. Замість цього його хтось хапає. Якісь невідомі підрозділи, кудись його вивозять, беруть чартерний, увага, літак. Чартерний. Тобто, його не рейсовим літаком відправили. Тобто, дуже хотілося Петрові, Олексійовичі викинути Саакашвили з країни. Ну, це все повний і реальний сюр. Я ще раз підкреслю. Ключова річ. Це все свідчить про те, що в Україні не будується ніякий європейський порядок. Немає ніякого руху України в Європу. Можна багато розказувати про безвіз, про інші перемоги. Але те, що відбувається, це перекреслює все. Це 10 кроків назад. Це темна Візантійщина періоду середньовіччя. Сергій Лещенко сказав, що це 90-ті. Це Візантійщина середньовіччя. Абсолютно. Насчет происходящего сейчас под стенами администрації президента. Вот мы видим прямую трансляцію, происходящую там, в нашем прямом эфирі. Правоохранителя задержали одного із участників акції в поддержку екс-президента Грузії і екс-глави Одесського благосадмінистрації Михайло Саакашвили. Под администрацією президента об этом сообщають УНН сейчас со ссылкой на пресс-службу Главного управління нацполиції в городі Києві. Рані наші колеги сообщали, які там работають, наші кориспонденти, о том, що случились там столкновения між правоохранителями і активистами, які прийшли сейчас підтримувати під стенами администрації президента, администрації глави українського государства Михайло Саакашвили. Перспективи і будущее. Ми задали вопрос Михайло Саакашвили о том, собирается ли он возвращаться в Україну. Он сказав, завтра на пресс-конференції отвечу на этот вопрос. Сергей, дальше, що буде происходить? Ми понимаємо, що також Михайло Николаївич сказав, що акції ніхто не отменяє, ми будемо продолжати делать то, що делали і раніше. Нас ніхто не остановить. Але сам він буде возвращаться в Україну чи не? І як ви думаєте, яким образом це реально воплотить в життя? Получається, вторе возвращення. Що буде далі, не треба нам гадати. Ми з вами берем газетний архив, відкриваємо 98-99 год і смотримо, як відбувалося тоді. Тому що Порошенко, як продукт эпохи Кучма, діляє все точно також, як ділялся тоді Кучма. Він буде пытатися, я не уверен, що в нього це вийде, тому що вважає, але він буде кому-то гранати підбрасувати, як це случилось така с Морозом і Витренко, кого-то він буде виводити во второй тур для себе самого удобного, і зараз тут кастинг на роль Симоненко нової эпохи, Бойко там это, или Ляшко, или ще хто-то. Він буде дальше между собою разводити оппозиційні сили, кому-то предлагати должности, весь силовой апарат він буде пытатися под себе подвести, щоб на выборах СБУ шпионило, прокуратура возбуждала нужные дела, а милиція или полиція нынешня не занималась обеспеченням законом на избирательних участках. Плюс, цензура на телеканалах, все крупні телеканалы будуть петь Асану президенту, с олигархами він буде договаруватися за одним столом, це його сценарий, просто ремейк 20-летній давності. извините, на 20 лет назад это была другая совершенно Украина, і невозможна втиснути в нашу современную эпоху вот эти вот рецепты, которые уже давно себя изжили. Поэтому я уверен, что время расставит свои места, і Порошенко не вийде його сценарий із 90-х. Ему не вдастся авторитарными методами сделать то, що удалось Кучме. Он не сможет добиться своего переизбрання. Що касається Саакашвили, конечно, він буде пытаться вернуться, тому що він український политик, і це його законне право вернуться в Україну. Каким це буде делать образом, він буде це решення принимати, посоветовавшись з командою, з своими сторонниками, единомышленниками і партнерами. Але я уверен, що його місце в Україні як українця незаконно лишеного гражданства і який є до сих пор українським политиком. Сергій, кратко і ви скажете з точки